Вопросы отношений Украины и России Вопросы эти ставят сегодня многие политики, политологи, аналитики, но до многих причин, глубин не каждый доходит. Похоже, за эмоциями не многие и хотят дойти. Представляю еще раз гостя нашей дискуссии, председатель правления фонда некоммерческого культурно-просветительского фонда «Союз украинцев Сибири» Ивашенко Сергей Алексеевич. Ну и я координатор изборского клуба в Новосибирске Петренев Евгений. Сергей, для создания нашей беседы я хотел бы немного посвятить, ну как немного, как получится, тому, о чем мы говорили в прошлый раз. И по мере нашей беседы возникнут, конечно, какие-то вопросы, обсуждения в свободной форме. Я думаю, мы найдем, о чем поговорить. И все-таки во второй половине нашей беседы хотел бы снова коснуться исторических аспектов. Я думаю, вам это интересно, вы историк. Я такой любитель, хоть дилетантского образования, но любитель истории. Значит, я думаю, мы найдем интересные вопросы. Все-таки вопросы, касающиеся того, как наша культура общерусская, общеславянская, и я буду все-таки в своем посыле настаивать все-таки общерусская, вы будете настаивать там или говорить, или доказывать, может быть, что-то другое, как получилось так, что произошел, где-то происходили разломы, потом соединения, потом опять взлеты, падения и так далее, отношений. Были конкретные времена, когда наши народы были действительно едины, а были и такие времена, когда разлетались в пух. Это не только сегодняшнее время, хотя говорить о том, что мы разлетелись в пух, конечно, и рано, и не нужно. Да, слишком громко. Слишком громко. И не хотелось бы, почему мы и собрались, для того, чтобы вот эти все моменты как-то обозначить, прочувствовать. И как-то, ну, пожалуй, хватит для вступления. Итак, Сергей, в прошлый раз, в прошлый раз, исходя из ваших посылов, самый, сразу, пока мы еще добрые, коснемся самого больного вопроса. С самого больного вопроса. Значит, по-вашему, я исхожу из прошлой беседы, присоединение Крыма к России, воссоединение России с Крымом, вы называете другим термином. Да, оккупация, захват. Значит, я называю это воссоединение, присоединение, возврат Украины, состав России. И вот этот вопрос мы, как бы, я предлагаю обсудить в корректной форме. Значит, и второе, значит, из ваших тогда посылов было видно, что вы считаете средства массовой информации России лживыми и накачивающими дезинформацию в общем таком информационном поле. А значит, по-видимому, обратный момент такой, что украинские средства массовой информации это образец чистоты. Нет, абсолютно. Идет информационная война. И в этой информационной войне, как говорится... Ну вот с этого мы начнем. Давайте, предлагаю вам еще раз повторить. Сказать, что одни белые и пушистые, а другие такие все козлы, тоже невозможно. Значит, по Крыму все-таки. Ну, по Крыму, да. Я просто... Я всегда считал, что рано или поздно мы, два славянских, два очень сильно братских народа, рано или поздно воссоединимся. Но дело в том, что Украину, Украину, ее нельзя завелать. Ее нельзя вводить войска и прочее, там, вот этих вот наемников. Это все бесполезно. Украина, как вам сказать, это душа. Душа тех, да, душа еще и тех славян, еще древних славян. Потому что, как вам сказать, ну, если напрямую говорить и заглянуть в историю, что хотели в прошлый раз, то не получилось, к сожалению. Давайте в историю все-таки во второй половине беседы. Ну ладно. Давайте все-таки вернемся. Больные вопросы. Крым, средства массовой информации. Да, Крым. Ком, российский и украинский. Да, Крым, я считаю, да. Да, если стремиться завоевать Украину, то это бесполезно. Потому что мне один человек сказал, занимающий биохимией мозга, говорит, вот отчего возникла Вторая мировая война. Кстати, в этом году мы отмечаем столетие, начало Первой мировой войны. Первого августа. Ну, все знают. Да, и вот, да, цикличность истории. Вот мы сто лет отмечаем, и сейчас мы находимся чуть ли не на пороге опять новой мировой войны. Ну, пожалуй, так. Да, пожалуй, так. И он мне сказал, что самое страшное стимул для человека – это обида. Обида. Вот, когда еще Германию, Первую мировую войну, ее ободрали. Что сходило из моей статьи, кстати, которую вам прислали. Да, да, ее ободрали. И немцы очень были тогда озлоблены на весь мир. Почему с ними так шибко поступили? Могли бы и помягше все-таки. Отобрали все колонии, вообще все. Да и территорию так облупили, что вообще. И фашисты на этом собирали неплохо. Гитлера и фашисты, на этом они же пришли в власть. Потому что они говорили, что мы сделаем все, мы вот этот мир назад развернем. Ну, были бы они озлоблены на весь мир, они бы не привлекли такие инвестиции с Запада. То есть там была все-таки политическая какая-то интрига. Да, да. Там была политическая интрига, потому что без этого никак. Потому что там, где политика, там всегда политическая интрига. Была, есть и будет. Так просто Германия ободранная, наверное, не встала. Хорошо. Ну, а немецкий народ... Да, ну немецкий народ... Так вот, здесь в данный момент, вот я вот лично не представляю. Вот я даже в страшном сне не думал, что украинец будет стрелять русскому. Тем более сейчас, в 21 веке. А сейчас, вы, к сожалению, это уже идет. Честно скажу. И вот, афганцы те же, они очень сильно обижены. Почему? Потому что они считали, ну, не считали они Украину, как говорится, чужой для России. И там, и там афганцы воевали. Они были в одну сторону баррикады. А теперь они друг друга встречаются и говорят, говорит, извините, мы будем защищаться. Откуда это пошло? Ну, откуда? Крым-то? Нет. Вот это вот, будем мы стрелять или не будем. Откуда пошло? Ну, это значит, кому-то надо. Кто-то решает свои политические вопросы, правильно? Свои экономические, политические. Я приведу такой пример. Когда Советский Союз развалился, мы развалились на несколько таких осколков, которые пытались потом как-то объединиться, соединиться в некой СНГ и так далее. Кто-то участвовал, кто-то не участвовал, кто-то там ставил постоянно какие-то вопросы. Но, вот интересный факт, каждая из этих республик, новообразовавшаяся, образовывала свои вооруженные силы. Это понятно, да? Ну, Украина тем более, потому что она оставила себе часть очень больших вооружений и так далее. В том числе и ядерный потенциал. Так вот, среди всех республик, при приведении к присяге офицеров, офицеров именно Украины спрашивали, а смогут ли они стрелять в русских. Вот вам и пример того, что это не я, не я придумал, это об этом говорит генерал-полковник Ивашов, очень значимая фигура. Поэтому, да, вот такой факт, понимаете, и поэтому я не буду вас спрашивать, понимаю, что для вас это может быть неожиданность или определенная это самое, и не вы это придумали, но вот такой факт приводит генерал-полковник Ивашов. Ну, у нас... Для меня от самого это была шокирующая информация. У нас много шокировало, по крайней мере, Украина никогда не носила, и не слышал я, чтобы Украина хоть раз, хоть где-то говорила, что она может напасть туда-то, туда-то, отторгнуть то-то, то-то. Вот, честно скажу, этого я не слышал. Говорить терминами... Ну, защищать Родину, правильно. Говорит, а вы, говорит, будете, если что, потребуется защищать Родину? Вот и все. Ну, термин защищать Родину и стрелять в русского, все-таки, это разные понятия. Ладно, хорошо, вы говорите об исторической обиде, поэтому перейдем все-таки к Крыму. То есть, сейчас у украинцев возникла некая историческая обида, из-за которой они готовы воевать. Еще пока не возникла, но, честно скажу, она возникает. А как вы думаете, вот у русских людей была историческая обида, когда Рощер Кампера, вот этот человек, который пришел с украинской партийной элиты, вдруг Рощер Кампера взял и просто так вот раз, и отторг от России, от Российской Федерации Крым в пользу Украины. Ну, тогда, в принципе, у людей особой обиды не возникало, это было наше единое целое, как бы ничего, все нормально. Но вдруг, после развала Советского Союза, вот этот вот участок, политый кровью русских людей, как бы только лишь русских, не только русских людей, но если украинцы там воевали, они воевали в составе Российской империи или Советского Союза. Не обязательно Российской империи. Если мы взглянем в историю, опять же в историю, вот даже тот же Казак Мамай, который мы покажем, там тоже говорили, да, ну это легендарный Казак Мамай, фильм, который мы покажем в фестивале. Так вот, там тоже сколько запорожские казаки воевали с этим Крымом. Я, кстати, в прошлый раз говорил, что не так просто, такое впечатление, что, понимаете... С крымскими татарами. С крымскими татарами. С крымскими татарами, нет, с крымом воевали конкретно, там был поход, были походы конкретные на Крым. Да, я не помню, что... Через Севаш. Через Севаш, я не помню, чтобы какие-то походы... Они не могли, не могли, как в смысле, походы... На Крым. Здравствуйте. Да сколько их было. Да сколько их было. Тот же могила ходил на Крым. Именно на Крым. На Крым. Они через Севаш вот это вот... Да, успешно. Они там, кстати, неплохо погуляли, там разграбили несколько городов в Крыму. И через Севаш, опять, то есть вот это вот... Да, да, пограбили, ушли, там пленных взяли. Может быть, было. Да нет, почему, может быть, это летописи говорят, это не я говорю. Да. Да. Российская империя или... Ну, это до Российской империи. Московская империя воевала за Крым с конкретной целью. Она хотела подавить тот очаг вот тех вот хищнических племен, которые постоянно своими набегами опустошали. Так как украинские земли на Польшу доходили, ну и, конечно же, на Русь московскую приходили. И вот за этот очаг вот московское государство в свое время, потом Российская империя воевала очень мощно. Именно с целью подавить этот очаг и взять под свое управление. Это были войны и с Атаманской, и с Османской империей, в которую входил, естественно, Крым. Но конкретные походы, я тоже могу сказать, которые зафиксированы. Походы Голицына в конце, перед Петром, значит, это конец 17 века, когда правила сестра Петра Софьи, да, походы Голицына зафиксированы. Потом, через несколько, буквально десятилетий, Миних довольно успешно воевал с Крымом. Он тоже покорил, дошел до Бахчисарая. И практически его походы Миниха, в общем-то, тактически дали очень большой материал для последующих военных походов. Ну и, соответственно, Екатерининские времена, когда Потемкинские, там уже, кстати, действительно, уже и с участием украинцев, там тоже участвовали, конечно. Ну так, участвовали. Участвовали, да. В обозе, наверное, были. Нет, участвовали. Воевали-то вечно, ну, естественно, там была регулярная русская армия. И кто на руках показывал то самое, через Севашу. Регулярная русская армия воевали все народы нашей империи. Значит, это были и башкиры, и татары, и украинцы. И все чувствовали себя единым народом. Значит, в составе в Российской империи действительно все народы воевали за Крым. Но такие имена прославлены и подвиги русских моряков и солдат, и во время Крымской войны 19 века, и, конечно, во время Второй мировой войны, это, конечно, ну, не высказать. И поэтому, когда СССР разваливался, вопрос о Крыме был очень спорный. Вот вы знаете эту ситуацию? Да. И, в принципе, Украина готова была отказаться от Крыма. Кравчук готов был за него не спорить. Ну, Ельцин своим пьяным. Ну, это говорят нам сейчас. Да, своим пьяным. А, забирай, на сердце, что холодно, и это пусть забирает. Короче, он не стал даже этот вопрос поднимать, и Крым перешел. Ну, ладно, Россия, в общем-то, моральный этот урон как-то держала. И, в общем-то, мы же пытались договориться, пытались держать там свой флот. Вы понимаете, что флот, Севастопольский флот, наш Черноморский флот, это важнейший стратегический узел, от которого зависит безопасность, ну, чуть ли не полная безопасность нашей страны. Потому что это и Турция, и интересы западных стран, которые всегда позиционировались через Турцию. Сегодня, ладно, еще там Кавказ, еще как-то более-менее, ну, тоже же в Азербайджане, там создается такая проамериканская коалиция. Получается так, что невозможно было просто не видеть, что те события, которые сегодня творятся на Украине, идут явно проамериканский оттенок. И имеют, имеют. И люди, государственники, они же не могут не понимать, что потеря Крыма сегодня, а потеря Крыма с сегодняшними украинскими событиями, она грозила катастрофой. Это просто... Следующий шаг было расторжение договора о Черноморском флоте, и это был бы уже флот американский. Тем более, перед Олимпиадой они уже вводили два боевых корабля, значит, прощупывали эти вещи. Но неужели это было не видно? И здесь сыграло, конечно, ощущение стратегической безопасности. И желание всего народа Крыма, я все-таки настаиваю на том, что это было не зеленые человечки, вывели толпу народа под автоматами, а весь народ Крыма почему-то пошел голосовать за вхождение в Российскую Федерацию. Вот, Сергей, вы извините, но я сейчас скажу, ну, хотите, согласитесь, хотите, не согласитесь с этой вещью. Но вот мне напоминает, это знаете, какую ситуацию? Вот капризному ребенку дали поиграться с дорогой-дорогой игрушкой. И сказали ему, береги ее. Но он ее до того исковеркал и замучил, эту игрушку, что она как бы... ее надо было просто забирать. Понимаете? Люди устали от этой украинизации. Это было людям русским обидно, понимаете? И весь крымский народ, народ Крыма проголосовал, практически весь, практически весь, никому там не мешали голосовать за воссоединение с Россией. Все-таки не за аннексию России, вот этой Крыма, а за воссоединение, за возврат Крыма-России. Все, я вас слушаю. Спасибо. Ну, понимаете, Жень, вот допустим, так можно до чего договориться? Давайте тогда действительно договоримся с Соединенными Штатами Америки. Пускай они введут свои войска на Сахалин, на еще какие-нибудь территории. Войдут войска, и мы там сделаем честные волеизъявления. Или, допустим, в Чечню и прочее. Ну, понимаете, ну, как так? Сначала вводить войска, а потом волеизъявления народа. Войска наши были. Были. В количестве 25 тысяч сил. 25-тысячной группировки севастопольской. Войска наши законно по договору с Украиной там находились. И Россия, в первую очередь, она вот этот вот 25-тысячный корпус, согласно договору, до этой цифры и довела. Понятно было, что там назревает очень нехорошая ситуация, потому что то, что творилось в Киеве, вот на Майдане, это было очень интересно наблюдать. Ну, не интересно, а тяжело наблюдать. И, естественно, все геостратегические политики, конечно, напряглись. Тут ничего непонятного нет. То есть, 25-тысячный корпус был доведен до, в общем-то, полного своего состояния. Вот это надо наблюдать. И я точно знаю, это тоже говорили военные аналитики, что он не был превышен. То есть, его, согласно договору, просто довели для того, чтобы не допустить того, что сегодня происходит на юго-западе Украины. Ведь там могло пролиться такое, что, извините, мама, не горюй. Ну, естественно. А там бы и пролилось бы. Пролилось бы, да. Пролилось бы. Потому что туда постоянно, если кто-то наемников посылает, если кто-то кому-то деньги платит, естественно, она льется. Кому-то это выгодно. Вы говорите насчет, кто-то наемников посылает, вы говорите, наверное, в сторону Украины. На российское руководство, на российское руководство наемников. Конечно. Но вы не замечаете наемников, которые идут с запада. Не знаю, ни одного еще не видел. Вот показывают наши новости. Взяли группу, арестовали, убрали пока. Женя, показывают наши новости. Показывают, смотрю, знакомые чепчики кавказские. Понимаете? Появились сейчас, да. Я не спорю даже. Ну что, да никто, что спорить, когда уже даже показывают. Они не говорят. Я говорю, о, знакомый чепчик. Все нормально. Потом самолет приземляется у Рамзана Кадырова. Это сейчас. Вопросов нет. Я вообще молчу. Знаете, вот давайте раздельным все-таки. Вот эта вся история с Украиной, юго-западной, с Крымом, она, вот сегодня ее как-то люди разделяют. Они разделяют ее до 2 мая и после 2 мая. Я бы тоже, наверное, вот так вот разделил. Потому что то, что случилось в Одессе 2 мая, просто поставило на мозгах людей нашей страны. А вы все-таки человек нашей страны, я знаю. Ну да, конечно. Вы родились, выросли в Новосибирске. Я родился не просто. Я не в России, я советский гражданин. Я тоже советский гражданин. Я был, есть и буду. У меня воспитание советского имени. Я думаю, мы найдем с вами здесь общий язык. Обязательно, обязательно найдем. Значит, после 2 мая это уже другое. Я вам точно скажу, что товарищи с Кавказа появились там после 2 мая. Я бы так не был категоричнее. Я бы так не был категоричнее. Я знаю, я внимательно слежу за все навижения. Если бы у меня не было жилье, что увидел это после этого. Я понимаю, что вы почувствовали. Но я-то говорил с людьми еще до 2 мая. Я знал, что там есть наши наемники. Я знал, что им возили деньги. Вот в чем дело-то. Это не средство массовой информации ни Украины, ни России. Это я с людьми лично беседовал и прочее. Спасибо вам за хорошую информацию. Ну, так дело, а значит, да. Если туда идет помощь, вот туда, народу Юго-Запада и Донецка, то это просто говорит о том, что России все-таки не бросают. А вот теперь, да. Но это было до 2 мая. А теперь, как говорили древние латыняне, ищи тому, кому выгодно. 2 мая кому выгодно было? А до 2 мая что Юго-Запад просил? Только референдум о федерализации и сохранении русского языка. Правильно. А после 2 мая что он запросил? А что в этом плохого? Подождите, Жень. А что в этом плохого? Им же сказали, вас, ребята, будем уничтожать. Кто сказал? Кто? Как кто? Это самое, которое не стало президентом, что ли? Это наша с косой, которая, которой я все время говорю, что ей делать вообще нечего, близкой политике Украины. Я не понимаю. Танки там, эшелоны с танками, по полям бегали там танки. Это все просто так, а не залетные. Да, и 200-тысячная группировка возле границы Украины тоже была залетная. Да ее отверли. Ну кто сказал? Провели учения. Ну да, именно вот учения 200 тысяч. Да, дали приказ. Да, я знаю. В любой момент они бы могли перейти границу. А как вы думаете, Сергей, если тут такое происходит, не надо проводить учения? Да ради бога. Ну если там, если 200 тысяч, если такое происходит, сопредельное государство 200 тысяч держит уже на границе. Да не на границе. Да будь я президентом, я тоже бы туда войска послал. Нет, было не так. Сначала Киев, взявшие вот эти власти люди, они сказали юго-востоку Украины. Ребята, извините, никакого референдума, единая Украина, никакой федерализации. Почему? Действительно, кто? Действительно, разговор о деньгах. Там произошел, в принципе, олигархический переворот, олигархическая война. И никакой олигарх не хочет сегодня этот господин Ахмедович. Ну да, я понял, он помнит. В Донецкой области. Никто не хочет отдавать эти области. Потому что Запад прекрасно понимает, что без промышленного востока, ну извините меня, тут уже ни о чем речи быть не может. Поэтому было сказано конкретно. Говорили ребята, что вы будете работать, а мы будем тут создавать национальную гвардию и работать у нас на рабы. Как рабы, на нас. Ну то есть это сказали, средства массовой информации, наши страны. Они озвучили то, что действительно подразумевалось. Поэтому Юго-Восток взорвался. Он взорвался. Я, понимаете, они не хотят жить под этой штабой. Его взорвали. Ну взорвали только не Россия. Дарькин постоянно дистанцируется от этого. Ищи того, кому выгодно. Крым кто присоединил? США? Германия присоединил? Юго-Восток кто взорвал? Кто, извините, туда деньги посылал наемников до 2 мая? Выгодно взорвать Украину прежде всего Соединенным Штатам? Не знаю я. Вот пока, если искать, я не вижу выгода. Пока я не вижу. Кто ходил по Майдану, кормил печенюшками и протпайками. Кто там постоянно говорил, что вот мы вложили 5 миллиардов, мы привезли столько. Спокойно это все делается, ребята. А давайте теперь говорить не про них, а про Путина, который сидит и говорит, что только не надо туда лезть. Только не надо туда лезть. Ну знало ли, что он говорит? А, хорошо. Дело не в том, что человек говорит, дело в том, что он делает. Правильно. А то, что он делает, он туда лезет. И лезет туда упорно. То есть прошедшие по Майдану высшие политики Запада, это просто прогулявшиеся туристы. Нет. А Путин, который сидит и говорит, давайте туда только не соваться. Евгений. Это человек, который лезет. Евгений. Да, мы поддержали Майдан. Знаете что? Мы раздали печенюшки. Да, это, конечно, очень серьезный, конечно, фаршил от них. Вопросы нет. Ну вот именно. Ну какая-то поддержка. Ну какая-то поддержка. Печенюшки раздать. Почему? Ну почему тогда Путин не приехал, вафельки бы не рождал бы. Ну а что делать? Какие проблемы? Я вам скажу, после проведенных вот этих вот устрашающих кровавых акций в Одессе и в Мариуполе и так далее, в Краматорске, и после начала бомбежек, сегодня МВФ с удовольствием выделил киевской власти 3 миллиарда кредита дал, а Евросоюз миллиард. То есть, когда они увидели кровь, когда они увидели, что Киев начал действительно то, что от них и требовалось, они дали деньги. Естественно. Надо же, извините меня, люди захватывают, я же говорю. У нас, не, у нас бы, конечно, так бы не было. Вопросов нет. Если бы у нас кто-нибудь здравия ФСБ захватил, у нас бы наоборот. Слушайте, давайте референдум сделаем. Действительно. Да у нас бы в 6 секунд люди туда бы выдвинулись бы, либо расстреляли это здание, либо что, но люди были бы там, вот эти террористы, уничтожены. Ну а как? Ну, извините, это государственная власть. Это государственная власть. И я даже проецирую на наш, на новосибирское. Это были не террористы, которые захватывали государственные здания. Я не знаю. Это были не террористы. Я не знаю, кто там был. Я не знаю, кто там был. Я знаю, что здесь. И у нас бы это бы тут же прекратили. Нет. И я знаю, что, я говорю, я в прошлый раз говорил. Вот она, воздушно-десантная, вот она у нашей части, в Берске были. Я говорю, уничтожили их, по сути стерли. Но перед, только еще даже не думали, еще там Майдан, что там кто-то. Это вот часть, извините меня, вот этих десантников собрать в бригаду десантную, это не так просто. А стало быть, это было уже кто-то знал, что дойдет до этого. Ну, то есть, их задачи уже планировали, да. Ну, и хорошо, что наши геостратеги планировали. Ну, понятно. И передвинули в Гранишем поближе. Конечно. Это делает... Воссоздать это все, еще, только еще Байдан даже не взял, как говорится. Это 9 м плюс. По крайней мере, внешняя разведка, наверное, все-таки работает. Ну, не знаю, как это так, как это так сработало, если еще ничего, даже еще Янукович было власти, а уже у нас уже были части уже готовы туда. Ну, готовы, они должны быть всегда готовы. Правильно. Готовая армия, чтобы она всегда была готова. А почему они раньше не были готовы? Потому что у нас правил Сердюков в армии. А, да. А кто его поставил? Я, наверное, с вами, да, Женя? Ну, я вам просто говорю. Нет, я с вами поставил Сердюкова, да? Ну, если уж говорить... Мешок его называли уже в армии. Если уж говорить об этой теме, то, наверное, отдельная тема все-таки. Ну, да, да. Ну, отдельная тема, но это то же самое. Все, извините. Наверное, ни для кого не секрет, что Сердюков разгромил армию. Ваше, значит, предположение, что это сделано по конкретной указке Путина, который поставил и Медведева, и Сердюкова. Я с этим предположением сильно спорить не буду. Ну, у меня есть такие аргументы. Если я их начну сейчас рассказывать, мы настолько далеко углубимся от тема. Ну, да. Ни к чему. Скажем так. Ну, наверное, мы свои позиции высказали. Мы достаточно серьезные люди, и убеждать друг друга ни в чем не будем. Ну, да. Мы просто зафиксировали свои позиции. Ну, да. Я верю в то, что действительно, что ищи, как говорят древние латыняне, ищи того, кому выгодно. В данный момент я считаю, что это выгодно только российскому руководству. Ну, я в данный момент считаю, что это выгодно только американцам, которым выгодно, чтобы наша страна взорвалась. Ну, конечно, и натравить Украину, конкретно натравить на Россию. Но российская руководство сейчас Украину не натравливает на Россию. На Россию. Украину, российская руководство. А, ну, так она кавказцы туда посадят. Мы только что определились. Да, сейчас туда туда идут. Слава Богу, что они туда посадят. Только добровольцы. Да, слава Богу, что они туда посадят. Да, не посылают. Туда идут только добровольцы. Да, конечно. Я знаю, что такое добровольцы. Добровольцы. Я знаю. Я знаю, что ты говоришь. Наемники. Так же, как и в Киевской футболе спокойно берет добровольцев, наемников, из Литвы, из Латвии, из Польши, товарищи, из Чехии, из Германии, это не наемники. Нет, ну откуда мы это знаем? Что-то, извините, по нашему телевидению показывают, вот эти кавказцы, а у Чехов там, по вашему телевидению Шустера? Нет, по нашему телевидению, по российскому, я же гражданин России. Что появились там жители Кавказа? Конечно, все. Но Чехов я там что-то не видел, я только в хоккее их видел. Чехов, Словак, вот недавно и показывали. Вот это я видел. А то, что там они, ну это проходит информация. А здесь вот наши, показывают, да я вообще молодец. То, что там есть матыши и поляки, это точно, это уже официальные данные. Значит, эти сторони воюют, это наемники, они могут воевать, извините, за российские деньги. Они конкретно привлечены на деньги господ Коломойского там и так далее. Они привлечены, им платят, хорошее бабло, нормально они, они воюют. В основном снайперами, они очень досаждают дончанам, именно снайперы, вот тем, кто защищает Донецкую Республику. Там хорошо, они сильно не высовываются в дела. Ну, наемники, они зарабатывают деньги, они не для того, чтобы погибать. Они умирать не будут. Это не идеалисты. Я просто и говорю, что стой, стой, если стой, с нашей стороны, ну, то есть, с украинской стороны тоже воюют наемники, конечно, это ничего хорошего. Но то, что наемники воюют с российской стороны, это я знаю точно. Не наемники. 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 Добровольцы. Наемники. Сам стрелец, это человек очень высоких моральных качеств, стрелок, стрелец. Не, просто я говорю, я знаю, я же говорю, я говорил с человеком, который возил туда деньги. Те, которые воевали в Боснии, они сейчас там воюют. Это наемники. Вот честно вам скажу, им плевать. Силы, вооруженные силы Донецкой Республики намного меньше, чем силы, которые стянула туда киевская власть. А я уже не знаю, насколько там меньше. Это в десятки, десятки раз меньше. И то же самое, можно говорить и о наемниках. Если кто-то собрал деньги и платит сегодня там тем добровольцам, то, ну... Ну, если нам показывают, если нам показывают два грузовика, это не значит, что нам все показывают. Два грузовика чего? Денег или наемников. Или наемников. Набитых людьми. Правильно. Ну, мы же не знаем, сколько там. Никто не будет показывать. Мы не знаем, потому что порой иногда, вот у нас тут палками, потом смотрю, у них танки ездят. Ну, там, по-моему, что-то около 12 или 16 боевых единиц. Ну, да, в маленьком городе. Ну, неизвестно, что там... В отличие от того, что стянула туда киевская... Ну, не будем говорить. Власть. Власть. Тем более, сейчас на Украине, слава Богу, есть президент уже. Законы избраны президентом. Даже Россия его признала. Правильно. По поводу этого момента. Значит, вы говорите о том, что какой коварный Путин, как он все организовал. А вы не заметили, как он выступил с представителем ЕС перед, буквально, перед референдумом? ОБСЕ, да, в Швейцарии. И как он попросил ребят не торопиться с этим референдумом? Это же не просто так, наверное. Ну, как не просто так? Ну, вот сидит у тебя человек ОБСЕ. И он сказал конкретно, что... У тебя охота быть благородным. Нет, нет, нет. Путин такими вещами не разбрасывается. Было сказано две вещи, за которые его чуть не порвали потом в интернете ура-патриоты. Значит, он сказал, что направление на выбор президента правильное направление. И второе, он сказал ребятам из Донецкой республики не торопиться с референдумом. Вот для вас что это значит? Для меня это ничего не значит. Ну, типа, хитрость такая. Конечно, просто хитрость. И больше ничего. Да, вот тут патриоты, да, они повозмущались, поколыхали воздух. Он, да, он вроде как и ОБСЕ тут, он стоит рядом. Он там же был, буквально вот он, в двух шагах от него за другой трибуной. Правильно? Что бы он сказал? Давайте, ребята, давайте там, берите все, власть, свои руки. Да, ну что он? Вы считаете, что Путин... Да, ОБСЕ надо же кинуть эту самую. Конечно, а что? Что его фразы, они не проработаны с МИДом, не со службой внешней разведки и со всеми структурами, которые этим занимаются. Да Путин у тебя Путин. Что Путин просто пришел, так поговорил, так, на трибуне. Путин это Путин. Хитрая лиса, да? Конечно, это очень хитрый человек, тем более он в разведке раньше был, так что... Я согласен. Он на все может, он на все что угодно может пообещать. У него, извините, их этому мучат. Я соглашусь с одним, это какой-то тактический ход. Тактический ход, тактический ход. Только надо понимать, какой. Да. И я в этом отношении просто хочу сказать, скорее всего, ну, это как бы, даже не скорее всего, это почти стопроцентная уверенность. Кандидатура Порошенко была проработана в верхах уже давно. Конечно. В том числе и американцами, Лавровым, Путином и так далее. И, скорее всего, они прекрасно знали, что Порошенко будет проходить. Сегодня Порошенко фигура, которую пытаются сделать для всех удобной. Но есть один очень плохой фактор. Это нагнетание военных действий в Донецкой республике, скажем так. То есть, кровавая бойня усиливается, продолжается. И как вот эта вот фигура Порошенко будет из этого выходить и выносить все это на какие-то приемлемые условия? А Порошенко сказал, он сядет, если потребуется, он сядет за стол переговоров с людьми, только с теми, у кого руки не замариваны кровью. Он ясно это все сказал. А если у него замараны кровью, они будут отвечать. То есть, он готов разговаривать с теми людьми, которые там в политике что-то могут представлять в Донецке. Конечно. И речь пойдет о чем? Конечно. Как вы думаете? Ну, о чем? Я думаю, что все равно какие-то уступки Донецкой области он должен сделать. Скорее всего, так. Конечно. Потому что он нормальный здравомыслящий человек. Зачем ему кровь, правильно? Нет, нет. Тем более, уже там видно, что от этих наемников надо избавиться. Они свои люди, они должны разобраться по-свойски, как говорится. Мне тяжело об этом судить, потому что сегодня, когда бомбят мирное население, уничтожают это, мне тяжело судить об этом. Ну, а где они бомбят-то? Ну, кто там бомбит-то? По крайней мере, на референдуме люди шли ведь не поддуванный автоматом голосовать, и они искренне хотели отделиться от Киевского власта. Потому что они не верят, не верят Киеву. Я вам говорю, Сергей, не верят. Давайте не будем кидаться в рак. Вот бомбят мирное население. Кого-то разбомбили. Конечно. Кого? Несколько домов сегодня разбомбили. Как-то? Сегодня? Прямо передают все. Ну, я не знаю, кто там разбомбили. Они фигасе прям отсюда говорят. Нет, сегодня аэропорт они брали. Сегодня в центре города стреляют. И вокзал. Минометы и тяжелая артиллерийская установка. Стреляют прям в город. И ввиду того, что ребята там не очень профессионально делают, они прямо лупят по гражданским домам. Попали в подъезд, погибли два человека. Мы же не знаем, кто туда попал. А, и какие-то два человека. Это, наверное, наездно. Нет, нет. Во-первых, это вполне возможно, что это мирное население. Но мы же не знаем, кто туда стрелял и кто попал. Фигачат, фигачат. Ну, фигачат. Так фигачат с двух сторон. Нет, это именно те, кто пришел подавлять Танецкую республику. Почему именно те, которые фигачат правильно из танков, а вот те из танков плохо фигачат, что они... Вот я сделаю такое предположение, что все-таки в Танец попадают те, кто его окружил и хочет подавить. Это предположение. А не те, кто его защищает. Предположение. Хорошо. Ну, оно такое грубое, знаете. Ну, да, ну, снаряд как будто выбирает кто-то мирный или эти. Мы прошли по этим вопросам, но они очень тяжелые и... Да, очень. Очень тяжелые. И это не тема для шуток. Да, точно. Ни для какого сарказма и ситуация, о которой остается только, я даже не знаю, сказать молиться, это ничего не сказать. Ничего не сказать. Да. Пожалуй, надо здесь... Когда гибнут люди, простые, конечно, это очень тяжело. Почему война, я еще тогда говорил еще вот в своих статьях еще, я больше всего боялся, потому что нормальное состояние человека это мир. Согласен. Мир. Политики они делают, а страдают обыкновенные люди, простые. Вот эти вот два человека, вот мне, честно скажу, да, мне их тоже жалко. И мне жалко тех людей, которые гибнут. Но, с другой стороны, я знаю, как вот у нас было вот это вот тогда с Израилем, вернее, не у нас, к сожалению, было, когда с Израилем, когда с ракетных установок лупили по Израилю и старались, чтобы из живых районов вылетали ракеты. Чтобы Израиль туда лупил, чтобы были жертвы. А мне жалко жертвы, вот этих людей, жалко людей, обыкновенных. Потому что они стоят между этого, между стреляющих сторон. Вот и все. А сейчас мы можем там все это, конечно, списать, как говорят, на киевскую хунту, на все это. Нужен мир. Пускай, действительно, Порошенко сказал, пускай он сядет за переговоры с этими людьми. И пускай этот вопрос решится. А если эти вот эти наемники, конечно, с ними решать нечего. Их надо только... Я вам скажу так, что Кремль сейчас будет вести политику в этом плане. Потому что остановить бойню заинтересованы сегодня все. Я бы так не сказал, Женя. Честно вам скажу, я бы так не сказал. А я вижу. Потому что сегодня уже идут конкретные, явные шаги по признанию избранного президента Порошенко. Это идут такие шаги. Пошли на уступки. Предварительные договоренности по газу. Сдвинулся вопрос. И пошли. Я даже оценивать это не буду. У меня, может быть, свое мнение обо всем этом. Вообще, честно говоря, я могу выглядеть тут как защитник Путина или еще что-то. Меня сегодня возмутил очень... Я видел один нехороший факт празднования вот этой широкой победы в чемпионате мира по хоккею, которая проводится сегодня, когда бомбят мирные города. Мне это было неприятно, честно говоря. Я считаю, что это очень большая идеологическая ошибка именно в путинской власти. А это не одна идеологическая ошибка. Вот честно скажу, когда вот гибли наши ребята на Курске, вот не поверите, Женя, мне плакать хотелось. Потому что вот нам говорили, тогда Путин говорил со своими средствами массовой информации. Да они, скорее всего, погибли. А я душой чувствовал, что они живы и они задыхаются. То у них, понимаешь ли, погода не та. То они какую-то пилу сломали, забыли. Сделали все, чтобы люди погибли. Я знаю одно, для Путина это всего лишь масса, как говорил Гитлер. Вот эти вот люди живые, они политики. И для них, да. Давайте остановимся. Потому что начало путинского правления, середина путинского правления, сегодняшние дни, это, честно говоря, и мировые установки были совершенно другие, и установки по тому, кто мы вообще, вот кто такая Россия в мире. Совершенно другая обстановка была. Я сейчас это расшифровывать не буду, это тема другого разговора, наверное. Если интересно, встретимся. Ну да, конечно. Давайте, можно встретиться и поговорить о путинском... Давайте вернемся к нашим. Ага, давай. Хорошо, прошлись по сегодняшним делам. Ну, может быть, так скользко прошлись, со скрежетом, но все-таки прошлись и выяснили наше общее желание мира. Мира, конечно. Скажем так. Продолжение следует...